В Бийске 11-летнего мальчика избили одноклассники. Это происшествие с несовершеннолетними случилось на прошлой неделе. У пострадавшего сотрясение мозга и это далеко не первый случай проявления жестокой агрессии у детей. Несколько месяцев назад подобный инцидент произошел и в Барнаульском кадетском корпусе. Последствия драки – перелоп позвоночника. Отметим, в обоих случаях во время конфликта педагогов рядом не было. В случае избиения мы воспринимаем как чрезвычайное происшествие. Последнее событие в школе номер 17 в городе Бийске опять заставляет пересмотреть все инструктажи, все должностные инструкции и понять, почему это произошло и где на какой стадии была совершена ошибка. В школе за безопасность ребенка отвечает прежде всего директор. Сейчас в Бийске в школе началась служебная проверка. Подключились и правоохранители. Неизвестно, какое наказание ждет ответственных лиц, но, к примеру, в Петроградском районе, сообщает ряд федеральных СМИ, за драку учеников директору вынесли штраф. Однако психологи заверяют, что виновным в подобных конфликтах не может быть один конкретный человек. Ребенок, он не обязан быть удобным. Он ребенок. А наша задача здесь как раз сопровождать ребенка на этом пути. Ребенок – это некий чистый лист. Что мы вкладываем в ребенка, так и в результате получаем. То есть это зеркало взрослых. Драка в Бийской школе послужила отправной точкой, говорят чиновники от образования, для принятия профилактических мер во всех учебных заведениях края. Проводят беседы с руководством школ, педагогами и детьми, чтобы вовремя отследить психологические проблемы или предотвратить конфликт в подростковой среде. Психологи убеждены, противостоять детской агрессии может любовь и внимание взрослых. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. Наши новости.